Астрономия появилась задолго до изобретения первого телескопа и даже линзы. Древние люди, между тем, успешно изучали космические явления, тела и их влияние на земные процессы. Сегодня существует разнообразная техника, позволяющая увидеть незримое взгляду. А прикоснуться к неизведанному может абсолютно каждый. Для простейших наблюдений возможно приобрести телескоп. А тем, кто увлекается астрономией посерьезнее, построить собственную обсерваторию. То оборудование, которое здесь, это универсальный телескоп-астрограф, предназначен для фотографирования звездных полей, астероидов, комет. Ну, практически всех интересных явлений, которые нам космос показывает. Основная деятельность Алексея никак не связана с космосом, но его хобби, астрономия, уже давно переросло в нечто большее. С группой единомышленников он создал лабораторию астрономической техники. Вместе, находясь в разных городах, они создают все необходимое для наблюдений за небом. Я с детства интересовался астрономией, можно назвать любителем астрономии. Но в последнее время у нас развитие вот этого направления пришло к тому, что то оборудование, которое продается в обычных магазинах, оно не удовлетворяет самым таким продвинутым требованиям. И поэтому возникла идея самостоятельно разрабатывать и производить оборудование для обсерваторий, включая сами здания обсерватории, куполы, монтировки, телескопы большие. Вот у нас собралась группа специалистов из разных городов, например, оптика Санкт-Петербурга, конструктор главный из Москвы. А мы здесь производим оборудование в Рязани, само механическое, электронику. Здесь, неподалеку от Рязани, прямо сейчас Алексей строит свою собственную обсерваторию. Пока идет этап строительства, именно на ее базе проверяется созданная командой оборудования. Величественность ночного неба с миллиардами недоступных звезд всегда вызывала у людей особый интерес. Даже много тысячелетий назад лучшие умы человечества находили способы для наблюдения за небесными телами, о чем свидетельствует древняя обсерватория, обнаруженная на территории современных государств. По одной из версий, именно для наблюдения за звездным небом и его изучения когда-то был возведен Стоунхендж. Еще одна знаменитая древняя обсерватория располагается на территории Мексики. Это Эль-Караколь. Ее относят к эпохе расцвета легендарной цивилизации Майя. Полагают, что расположение на полуострове Юкатан позволяло наблюдать за небом без препятствий. В нашей же полосе есть определенные сложности. Например, с мая по октябрь полной темноты здесь не наступает. Обсерватория в центре города имеет существенные ограничения. В первую очередь от того, что уличная засветка, автомобили, фонари засвечивают небо. И самых темных объектов, слабых галактики, слабые звезды, они становятся не видны для любого телескопа. Между тем, астрономы-любители продолжают наблюдение. Даже из не самых благоприятных для этого места пытаются познать неизведанное, прикоснуться к далеким мирам и ощутить себя частью огромной и прекрасной Вселенной. Марина Комиссарова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».